здравствуйте друзья с утра новость интересная была давайте предысторию немножко значит дело в том что есть много ну как бы слухов пересудов о том что события 11 сентября 2001 года были в значительной степени финансируемыми или там как-то направляемыми со стороны властей саудовской аравии там вообще в основном саудовцы участвовали в этой операции и как бы официально ничего такого нет против саудовской аравии говорили что вот там несколько страниц там было скрыто из репорта который там был вот ну ну хорошо уже опубликовали эти страницы и там как раз вот об этом и там было сказано что никаких прямых доказательств нет я уж не знаю человек там скрывали но нет и ну возьмем тот репорт говорит что нет но есть много всякого такого кроме того власть саудовской аравии она такая много ветвистая то есть вот есть как бы семья а там принцы там шейхи там еще бог знает кто их много и скажем вот может быть один принц который там в семье и он допустим дает деньги и вроде бы как это не власть вот но вроде как член семьи и не то чтобы в семье не знают что он это делает но как-то поскольку в семье то вроде как и не трогают допустим вот если это докажется да что и один из них это делал остальные знали но молчали и ничего ему не делали то это уже как бы серьезное преступление но вопрос то что во первых это доказательно что на самом деле не просто даже если это и так но тут вот такая сложность решили значит вообще закон не позволяет судить там иностранное государство в американском суде вот вот так но семьи там же 3000 человек погибло сколько покалечилось а сколько осталось после них там вдов сирот и так далее вот наконец они там собрались и говорят хотим судить саудовскую аравию на предмет компенсации семьям пострадавших и президент обама он сразу предупредил что он этого не не позволит что он наложит вето на этот закон законопроект который разрешает судить саудовскую аравию потому что это ну не просто вот страна с которой хорошие отношения но это как бы важнейший союзник такой на ближнем востоке это уже там последние лет 70 так поэтому то есть можно конечно там подорвать отношения там с этими с теми но как там дальше строить ну реально реальную политику он же не в не в принципе там за справедливость борется он конкретно должен вот сегодня сегодня там конвой гуманитарный провести сегодня нужно базу с которой стартует самолеты для операции в афганистане там я в данном случае про турцию вот и так далее поэтому там сирии и у него как бы вот так вышибают из под рук такими делами отношения с теми странами с которыми он ну как-то пытается их поддерживать или сохранять или там как но не портить вот но сегодня сутрячка да они приняли закон что можно а он его тут же своим вето и обложил но вето такая штука которая может быть опрокинута если собралось две трети голосов в законодательном органе и вот сегодня сенат верхняя палата проголосовал за то чтобы вето президента отвергнуть и голосование было очень интересным 98 97 против 1 вот представьте себе сенат 100 человек но двоих двое как-то не участвовали значит 100 человек участвовали голосование 98 97 против 1 законопроект был совместным республиканской демократическим то есть это не одна партия там другой чудо навязывала это как бы со всех сторон я просто хочу чтобы себя представили уровень единогласия по этому вопросу значит на самом деле то что саудовскую аравию судить можно это не значит что ее засудят это не значит что без всяких доказательств суд скажет ну раз люди пострадали а те богатые пусть они и платят нет им еще остается доказать что саудовская аравия государство саудовское государство так или иначе участвовало в этом деле прямо или косвенно но в принципиальном плане существенно то что раньше нельзя было даже судить а законодатель год ну почему судить каждого можно почему нельзя судить судить можно за судить это вопрос ответственности справедливости там и так далее так остается еще возможность вето то есть возможность не опровержение вето в нижней палате хаосов репрессаторе палата представитель но как бы сомнительно как бы сомнительно что такое может там произойти и это поддержка которая была с обеих партий на уровне сената показывает в общем то что наверное и палате представитель это пройдет голосование в среду будет значит да к чему я клоню что такой вот интересный факт я на эту тему вот начинаю так просто припоминать чё там получалось брать этот ведь конфликт чего конфликт принципа и вот это и вот рил политик как бы да значит вот надо сегодня что-то такое выкраивать вот а что делать с принципами такой ситуации так вот конгресс он больше там по принципам а президент он больше по выкраиванию и вот что получается я смотрю вот на во время во время срока тот восьмилетнего срока президента обамы значит он постоянно что-то выкраивал значит сначала он выкраивал отношения с российской федерацией вот этот вот перезагрузку свою и получил крым получил значит восточную украину там и вот это вот обострение чудовищное которое сравнимо самыми худшими временами холодной войны и даже даже может быть и похуже значит теперь еще был эпизод когда значит парламентарии готовы были проголосовать за готовы были проголосовать за за признание геноцида армян турками для турции это болезненный вопрос они как бы отрицают геноцид да говорят были неприятные моменты нашего вот именно геноцид и так далее они отрицают хотя в общем-то и канада и франция и там очень многие страны как бы официально законом признают это геноцидом и так далее значит для них это болезненный вопрос так вот а турция союзник во первых турция член нато во вторых турция играет очень важную такую стратегическую роль или как любят говорить сейчас на российском телевидении геополитическую значит играет действительно там да там все близко там базы и тогда значит и обама значит вот умолял как бы законодатели не ставить где-то дел на голосование по 6 вы поставили то там было понятно что исход был понятен и потом очень настаивал что ребята вот а там же наши солдаты там афганистан там значит ирак там все дела да как же мы будем нельзя сейчас не время такое вот но они не стали что мы имеем сегодня с турции мы знаем резкое охлаждение отношений значит резкий сдвиг турции в непонятно куда в сторону тоталитарного управления в сторону как какого то такого даже не знаю чем в общем плохо стало то есть не помогло ему теперь вот мы имеем значит саудовскую аравию с этими делами и он уж там крутится и как как может и все такое но саудовская арабия финансово сейчас в очень тяжелом положении но вы знаете цены на нефть там низкие а у них бюджет был колоссальный у у них было и соглашение с народом как бы да что власть тратит деньги на них а они уже никакой там весны арабской не устраивают но денег нету плохо деньгами то и вот они там бюджеты вырезают там еще всякое и решили впервые вот выпустить на бонды облигации такие международные чтобы их продать иностранцам собрать денег и вот пишут что если пойдет час по пути того что их будут судить то наверное они воздержатся от размещения своих облигаций потому что желающих мало будет на такое дело то есть это не просто удар по престижу там и так далее хотя какой там у них престиж я я уж не знаю но но не важно им им он дорог вот таким еще и по карману стукнут тот момент когда карман действительно свистит как следует и я не то чтобы это самое я не то что говорю зря обама устроил перезагрузку зря обама не не помешал признать геноцид армян и так далее зря обама вот тут час мешают судить сауду с корой я этого не говорю потому что с одной стороны мы видим что отношения все равно ухудшились и не исключено что в частности благодаря тому что он это сделал он показал какую-то слабость он показал что можно и тут можно и там можно и здесь можно наверное это как-то повлияло но есть другая сторона которую мы не видим а не видим мы того что было бы если бы он этого не сделал мы не знаем мы можем только предполагать но но действительно вот имея войска там скажем в ираке и в афганистане да значит вот как с ними там это могло бы привести к людским потерям дополнительно и так далее поэтому и все раз это это наука и искусство реальные политики в которой ой господи красивых выходов нету то есть или ты тут потерял или там потерял или тебя обвинят в том что люди погибли или тебя обвинят в том что ты принципами поступился и тебя все равно обвинят это уже как как ни крути то есть надо выбирать поэтому я просто они легкой жизни президентов всяких конгрессмены им чего они перед своим избирателем чисты а этому надо сказать за всю страну ответчиком ну такая вот такая вот история я я думаю что и палаты представителей проголосуют за опровержение вета и наверное какое-то начнется с утяжничество по этой части и займет она очень очень много времени это не быстрый процесс вот и что-то может там выяснится хотя я я честно говоря с трудом представляю как в американском суде может что-то выяснится из-за кухни закрытой кухни там саудовских олигархов или там членов королевской семьи я я с трудом представляю но я собственно почему я должен представлять может у них там что-то есть я не знаю вот когда люди берутся за такие дела может у них что-то есть я думаю что саудовская аравия будет долго сопротивляться и не признаваться и так далее то есть им наверное неудобно хотя чисто внутренне вот я думаю наверное они с этим делом как-то все-таки завязаны вот у меня есть ощущение что завязаны так много было разговоров на эту тему много писали на эту тему никто никого за руку не поймал ну а кто за руку поймал кгб например в тот момент когда кгб было при власти много народу их поймали вот это же скрытые операции поэтому пройдет время и мы узнаем больше я надеюсь а можете никогда все все зависит а может уже узнаем но не мы такая вот история счастлива